Первое и, наверное, самое основное, с чего начинаю домашку, это, скажем так, более детально рассматриваю именно биткоин, так как он является все-таки плодырем для остальных монеток. И, исходя из того, что происходит на битке, можно предположить наиболее вероятные дальнейшие движения на альткоинах. Так, немаловажным фактором является тот момент, что если биткоин в среднем ходит, скажем там, 1-1,5% в день, среднедневная волатильность, то в то же самое время монетки, стоящие слабее битка, при снижении биткоина могут сходить и 10% и более процентов за день. А те монетки, которые стоят, ну, не сильнее битка, скажем так, более лонгово, при рывках биткоина вверх, тоже могут довольно-таки неплохо выстреливать, также на 10% и более процентов. Как вот у нас на днях здесь показала неплохой рост монетка кава, сходив сильно больше битка, и сегодня она у нас там продолжает движение свое. Значит, еще обращаю внимание на S&P 500, что происходит, так как частенько биткоин коррелирует с индексом, и если уж прям недосконально повторяет, то в момент снижения фондового рынка биток тоже частенько проседает. И поглядываю на индекс доллара, но это больше, наверное, обратную корреляцию к индексу S&P 500, то есть если индекс снижается, то скорее всего в это время у нас доллар крепнет. На это тоже поглядываю. Значит, с чего начинает день? Сегодня с утра смотрел такую вероятность того, что у нас биткоин вышел из накопления, был первый рывок, остановка, небольшая коррекция, и последующий рывок предполагал, что поедем выше 16936 по фьючу. Так как, в принципе, сила была, но сегодня день оказался такой вяленький, в около нуля болтаемся, тоже была небольшая коррекция, но откупаю. В принципе, если картинка будет сохраняться и биток будет подрастать к уровню 16936, можно будет поожидать, что порастем. По растем, как цели определяю хвост вот этого паранормального бара 17.050 и вверх накопления 17.250. Выше ходом маловероятно, что пройдем, но нужно будет, что говорится, смотреть в моменте. Внутри вот этого широкого диапазона можно отметить уровень вот этой первичной коррекции к падению. То есть, это та точка, где мы остановились и сделали перелол. То есть, вот этот уровень 16790 я его пока убрал, потому что мы его, по сути дела, начинаем пилить, и чтобы, скажем так, внимание не отвлекал, но со счетов не сбрасываю. Если будет закрытие вниз и еще денек, подержимся внизу, тогда можно будет поожидать какого-то снижения до низа диапазона. Здесь тоже запас хода порядка полутора процентов, так что будет где разгуляться. Но пока стоим, поэтому, значит, можно посмотреть на альткоины. Значит, при подготовке домашки, на что обращаю внимание? Так как я торгую в основном Binance, отбор провожу по бирже Binance. Средний объем торгуемых инструментов хотя бы 20 миллионов монеток. Но от 10, тоже посматриваю, бывают интересные картиночки. Все, что меньше, только факультативно. То есть, стрелочки ставлю, а дальше уже как сходили и были ли точки входа. Так как на низкообъемных монетках вероятность манипуляций, скажем так, сильно больше, чем на тех монетках, которые торгуются именно большими объемами, то на них нужно поаккуратнее. То есть, максимально короткие сделки, максимально минимальный стоп и максимально близкий тейк. Основная задача, значит, на примере SHIB сегодня покажу. Что мы видим сейчас? По сути дела, у нас есть ложный пробой, и мы, скорее всего, завалимся вниз и день будем закрывать внизу. Но судя по тому, что мы видим сейчас, как бы до конца торговой сессии времени еще много, и могут все это дело закрутить как угодно. Значит, уровень аналогичный биткоину после снижения вниз границы отката, с которой сделан перелог. Мы подошли, небольшой ложный пробой, закрылись под уровнем, и мы сегодня идем с утра на домашке обратно к уровню. В данном случае у нас есть ложный пробой, небольшой откат, проболическое закругление к уровню, небольшая остановочка перед уровнем и импульс. Основная задача при отборе инструмента на торговлю, то есть при пробойной модельке стоп 0,2% тейк, но с учетом комиссии плюс, минус, там, 3,5 к 1. Вот это движение, вот это движение, вот это все, что нам нужно для того, чтобы забрать профит. Дальше полетит, если мы видим импульс, и там можно на минутке отслеживать, можно там, я не знаю, открыть стакан, смотреть за исполнением, что происходит. То есть контролирование открытой сделки – это тема отдельного вебинара, тема такая довольно-таки объемная, и, возможно, как-нибудь порассуждаем на этот счет. Но пока то, что мы на дневке будем видеть как ложный пробой, возможно, ну или неважно, даже если мы все равно закроемся там близко к уровню, или нас вытащат обратно наверх, это уже все будет неважно. Основная задача – забрать вот этот первичный импульс, который будет обеспечивать не менее 3 к 1, 3 стопов к 1 для того, чтобы соблюдать математику. Кто-то берет там 4, 5, 10 к 1 сегодня, ну если так вот до хая брать, 18 к 1 со стопом 0,2%. Ниже уровня захода вообще не было, то есть это вход, по сути дела, без нервов. Выстрелы полетели. Вот такие ситуации, и нужно стараться забирать. Если мы начинаем пробивать уровень, и начинается тут какая-то свистопляска, мы не можем в полной мере оценить, будет ли движение. Или там есть небольшое движение, и нас начинают обратно тащить к уровню. А здесь мы можем опять-таки либо стоп быстро перетащить без убыток, либо частично позицию зафиксировать, обеспечив тем самым без убыток в случае сработки стопа. То есть позицию можно отыграть на ноль, но самое главное – не терять. То есть основная задача при торговле, я на крипте люблю пробойные модели, поэтому я рассматриваю такие ситуации. Первичный импульс и вот этот первичный импульс забрать, чтобы было не менее 3 к 1 с учетом комиссии и так далее. Когда не лезу, когда вот эти вот бары на подходе, то есть либо мы летим издалека, возможно там стоим на некотором отдалении, стоим на накоплении, и потом резко полетели наверх. Я не буду стоять байстоп или селстоп при пробой уровня. Скорее всего я буду ждать именно импульсный выход и далее ретест уровня. Если на ретесте будем удерживать, тогда уже можно пробовать заходить и опять-таки либо стопик под уровень сразу, либо за хвосты ложного пробоя. Но суть от этого не меняется. Задача – забрать короткое движение. Очень красиво выглядят сделки, когда мы там на начале где-то импульса в развороте зашли, и вот мы держим, держим, держим. Это все классно, но это бывает очень редко, и это среднесрочные сделки, там и удержание, и со стопами надо поиграться, как их передвигать, как подтягивать, чтобы не сносило. Но именно в пробойной модельке, когда близко под уровень подходим, небольшой откат, и далее у нас формируется либо поджатие, либо накопление под уровнем, либо, это вот как было на Шиба сегодня, такое закругление графика, то есть когда плавный уход и такой же плавный подход. То есть мы понимаем, что тот, кто заинтересован тащить цену вверх, вот в этом движении, он это как движение вниз сдерживает. У нас есть откат, дальше небольшое движение вверх, и вторичное движение вниз не обновляет вот этот лой, и нас начинает подтаскивать под уровень. Движение плавное, хорошее, то есть нет никаких резких всплесков, как были здесь. То есть все хорошо, мы можем спокойно поставить отложенный ордер, спокойно выставить стоп, и надеяться на наш верный анализ, что мы правильно определили расстановку сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова